Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по второй книге Паральпоминон или книге летописей Хроник. И мы будем читать 17 главу, она небольшая, в ней всего 19 стихов, и она рассказывает о Исафате, царе иудейском. И воцарился Исафат, сын его, то есть сын Асы, вместо него, и укрепился он против израильтян. И поставил он войско во все укрепленные города Иудеи, и расставил охранное войско по земле иудейской и по кородам Ефремова, которыми овладел Аса, отец его. И был Господь с Исафатом, потому что он ходил первыми путями Давида, отца своего, и не взыскал валов. А что значит ходил первыми путями Давида, а вторыми не ходил? Что имеется в виду? Имеется в виду, что он подражал Давиду в том лучшем, что Давид совершил. Потому что подражать Давиду можно было не во всем, потому что у него были и грехи. Как был такой случай во дне освятителя Амбрусия Медиаланского, когда один христианский православный император римский, подавляя мятеж, он убил много других христиан. И отправился в храм помолиться, где служил Амбрусий Медиаланский. А Амбрусий Медиаланский узнал, что запятанный кровью христиан, этот христианский царь идет молиться, может быть даже каяться. Он вышел, встал перед храмом и сказал, я тебя не пущу в храм, ты пролил много крови. Тогда этот император ответил, Давид тоже много крови пролил. А Амбрусий Медиаланский ему сказал, если ты хочешь подражать Давиду в его войнах, подражай Давиду в его покаянии. И ушел. И царь стоял на коленях, опустился на колени и читал псалмы Давида целый день, целую ночь, пока Амбрусий Медиаланский не простил его и не принял его исповедь. Таким образом, вот это уточнение, что Иосифат ходил первыми путями Давида, то есть он ходил правыми путями Давида, подражая тому, чему можно подражать. Блаженный Иероним в своих диалогах против Пелагиан пишет, об Иосифе, царе Иудейском написано, и был Господь с Иосифом, потому что он ходил первыми путями Давида, отца своего. Из этого ясно, что Иосифат обладал праведностью, какую сначала имел и Давид, и что он не совершил тех грехов, которые позже совершил Давид. А мы знаем, что позже Давид совершил акт прелюбодеяния с чужой женой, а потом погубил ее мужа. Поэтому первые дела в жизни каждого из нас — это праведные дела. А вторые дела — это то греховное, что, увы, имеет место быть в нашей жизни. Но взыскал он Бога, отца своего, и поступал по заповедям его, а не по деяниям израильтян. То есть израильтян — это как бы неканоническая территория. «И утвердил Господь царство в руке его, и давали все иудеи дары Иосифату, и было у него много богатства и славы, и возвысилось сердце его на путях Господних, притом и высоты отменил он и дубравы в иудеи». Если предшествовавшие ему цари, они боролись с одолопоклонством, но высот не отменяли, то он отменил эти высоты. «И в третий год царствования своего он послал князей своих, бен Хаила и Авадию и Захарию и Нефанайла и Михея, чтобы учили по городам иудинам народ». А чему можно было учить народ? Ну, конечно, заповедям Божьим, закону Божию. «И с ними левитов Шимаю и Нефанию и Зевадию и Азаила и Шемирамофа и Инофана и Адонию и Товию и Тов Адонию и с ними Елишаму и Иорама священников». То есть такой целый миссионерский отряд, целая миссионерская программа. «И они учили в иудее, имея с собой книгу закона Господня, то есть они брали с собой свиток, и обходили все города иудеи и учили народ». То есть это решение царя иудейского Иосифата было очень правильное. Народ надо просвещать, потому что в Писании сказано, что из-за недостатка ведения народ гибнет. «И был страх Господя на всех царствах земель, которые вокруг иудеи, и не воевали с Иосифатом». То есть вот когда цари занимаются божьими делами, Господь занимается всеми их политическими и военными проблемами и разруливает экономические какие-то сложные обстоятельства. А когда они уклоняются от исполнения духовных обязанностей, все проблемы на них сразу обрушиваются. От филистимлян приносили Иосифату дары и в дань серебро, то есть даже от лютых врагов он получал дары и в дань серебро. «Также и арвитяне, это арабы, потомки Измайла, пригоняли к нему мелкий скот, овнов 7700 и козлов 7700. И возвышался Иосифат все более и более, и построил в Иудее крепости, и города для запасов. Много было у него запасов в городах иудейских, а в Иерусалиме людей военных храбрых». И вот список их по поколениям их. И далее с 14 по 18 стих переселяются имена этих людей по поколениям их. И теперь прочитаем 19 стих. «Вот служившие царю сверх тех, которых расставил царь в укрепленных городах по всей Иудее». То есть называются имена этих людей, и говорится о том, что это была инициатива царя вот именно таких конкретных людей назначить на конкретные должности в разных городах своих. Продолжение следует...